Заметно невооруженным глазом старый закон об образовании, который действовал с 1992 года, претерпел немало изменений. Новый, как видно, стал объемнее, да и внутри полностью усовершенствован. Осталось неизменным главное – основное образование бесплатно. Кроме того, согласно новому закону, результаты ЕГЭ действуют не год, а четыре года. Как говорят работники образования, времена меняются, а многие статьи старого закона не соответствуют современным требованиям. Очень приятно видеть в этом законе, что те идеи, те мысли, те положения, которые высказывались нашим педагогическим сообществом города Сочи, которые обсуждались на вот этих дискуссиях, конференциях, совещаниях на уровне Краснодарского края, что они вошли и имеют как бы продолжение уже в новом законе. Кардинальные изменения коснулись детских садов. Теперь дошкольное образование – одно из ступеней общего образования. Будет иметься наличие различных программ, но тем не менее все эти программы должны в общем сводиться к одному результату, к одинаковому уровню развития ребенка. По студентам новый закон может ударить финансово. У них отменяются некоторые льготы, в том числе на поступление в ВУЗ для сирот. В Министерстве образования посчитали, многие из них просто не готовы к освоению университетской программы. Поэтому было решено создать механизм, позволяющий им реально получить образование. Теперь сироты смогут посещать бесплатные подготовительные курсы, получая стипендию или поступать в ВУЗ сразу по итогам ЕГЭ. Больше всего изменений коснулось школ. Там поменялось отношение к формам получения образования. Теперь государственная итоговая аттестация в 9-11 классах должна быть проведена еще и в независимой форме. Это помимо ЕГЭ. Ажиотаж начался среди гимназистов и лицеистов. Стало известно, что от этих образовательных учреждений скоро останутся лишь названия. Наш профиль сохраняется. И, конечно, он дает больше спектр для родителей в выборе образования. Он дает больше возможности педагогам и всему образовательному учреждению, вот такому, как наша гимназия, предлагать более качественные услуги. Но сам статус гимназии, он сохраняется, и в 2016 году мы его опять будем подтверждать. Также в законе есть статья, посвященная социальным гарантиям для педагогов. Они призваны привлечь в школы молодых и талантливых специалистов. И одно из важных положений закона – внешний порог зарплат учителей не может быть ниже средней зарплаты по экономике региона. Новый закон, я считаю, это шаг вперед по сравнению с тем, что было. И он на сегодняшний день наиболее реально отражает потребности школы.